В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Департамент статистики выставил штрафы предпринимателям. КАМАЗ снес фонарный столб, камеры видеонаблюдения и светофор. Утельбаю Уренбаю, ветерану Великой Отечественной войны, дедушке 14 внуков и 16 правнуков, исполняется 92 года. Журналисты побывали в семье застреленного парня из Каркаролинска. Родственники погибшего Ерлана Копаева до сих пор не верят в случившееся. Удалось выяснить подробности той роковой ночи. В доме Ерлана Копаева траур. Мама со слезами на глазах повторяет имя сына. Он был кормильцем семьи. На трагедии уехал на заработки и жил в Тимиртау. В Каркаролинске Ерлан приехал на торжественное событие. Он должен был стать свидетелем на свадьбе близкого друга. Но друг стал свидетелем его смерти. «Совсем недавно Ерлан был с нами. Смеялся. Мы вместе учились с 1 по 11 классы. Мы все хотим справедливости. Почему тот человек, который выстрелил на свободе, его должны наказать?» Выразить соболезнования убитой горем семье пришел районный сотрудник полиции. Близкие Ерлана не смогли принять его без эмоций. Полицейский, который сделал роковой предупредительный выстрел, находится в больнице. Корреспонденты поехали в медицинское учреждение, но от разговора с журналистами он отказался и закрылся в палате. Врачи говорят, что у него есть синяки. Пострадавшего полицейского так и не удалось разговорить. Ночью 24 апреля мы приехали по вызову. Сказали, что у парня ранение в спину. Я смотрел. У него было пулевое ранение в области поясницы. Крови было немного. Пульс был. Мы сразу забрали его в больницу. Напомним, 24 апреля житель Каркаролинска погиб от пули полицейского. По сообщению прислужбы ДВД области, пятеро местных жителей остановили патрульный автомобиль и начали оскорблять сотрудников полиции. Стражи порядка пытались успокоить дебоширов и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух и в землю. По предварительным данным, пуля, выпущенная в землю, рикошетом попала в одного из них. Прибывшие на подмогу сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. Тело парня после экспертизы привезли домой. В заключении написано, что пуля попала в почку. Ерлан Капаев скончался от болевого шока. Сегодня состоялись похороны. Лариса Хусейнова, Александр Сирикидзе, 1-й Карагандинский. Предприниматели Караганды бастуют против штрафа, выставленных областным департаментом статистики. Они считают, что их намеренно сделали должниками. Подробности далее. До 30 марта предприниматели должны были сдать отчет о доходах за 2015 год в департамент статистики. Такое правило появилось с 2016 года. Наталья Ткаченко владелец автомойки. В бизнесе уже 10 лет. О таких нововведениях женщина услышала в первый раз. У меня уже по 10 лет. И за 10 лет я первый раз узнала, что я должна сдавать статистику отчет. Мне пришло уведомление, что приходите, на вас взыскивается такая-то это, приходите сюда. Мы пришли сюда, они сказали, что я должна была обзванивать, интересоваться. Сказали, что на почту отправили письмо, что я должна была получить, чтобы сдать. Но ничего этого не было. Бизнесменов объединила одна беда. Департамент выписал штраф предпринимателям в размере 14 МРП. А это около 30 тысяч тенге. Административное наказание ИПшники получили за то, что они не сдали отчет о доходах за 2015 год. По словам статистов, уведомления они рассылали. Но почти половина их не получила. Вместо уведомлений через пару месяцев начали приходить протоколы об административном нарушении. В пятницу приходит нам письмо о том, что у меня штраф. Вызывают сюда. Я приехала сюда, не пойму в чем дело. Оказывается, было оповещение, которое не дошло. Как они говорят, было отправлено 900 писем в феврале месяца. Надо было эту статистику сдать до 30 марта. У нас очень много людей, которые не получили эти письма. Они сейчас нам предлагают, чтобы мы сдали эту статистику и в любом случае мы платили штраф. Возмущенные предприниматели написали прошение на имя начальника департамента статистики. Люди хотят справедливости. Востующие собрались с 10 утра и только благодаря приезду журналистов им удалось переговорить со специалистом из департамента. На 2016 год вышел предпринимательский кодекс, где индивидуальных предпринимателей относят к субъектам предпринимательства. И, кстати, говоря этой статье, вида взыскания в виде предупреждения не предусматривается. Поэтому административное взыскание будет только в виде штрафа. Вы разъясняли этот кодекс сами? Как говорит Эльвира Нургалеева, в департаменте проводятся семинары. На сайте есть вся информация для сдачи отчета. Только для бизнесменов эта информация не дошла. Теперь они вынуждены отстаивать свои права. Сразу 14 МРП. Почему? Потому что что? Это процентная отчетка. 30 тысяч. У всех доходы разные. Откуда такие суммы? Вы раз, да, хотя предупредите. Откуда суммы такие? И по поделению эти 30 тысяч. Что делать дальше, предприниматели пока не знают. Но на этом разбирательства не закончились. Они намерены судиться с департаментом статистики Карагандинской области. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. На трассе Караганда-Тимиртау КАМАЗ с прицепом снес два столба и светофор. Камера дорожного наблюдения и светофор не подлежат восстановлению. На месте ДТП побывали наши корреспонденты. Лариса Хусейнова с подробностями. Вокруг испорчены и дорожные знаки. На месте ДТП все усыпано зерном. По словам водителя, было около 16 тонн. КАМАЗ из Осакаровского района с грузом направлялся на мельницу. На месте происшествия провели замеры. По предварительным данным, светофор снесло на 60 метров. А столб оказался между колес грузового автомобиля. Сотрудники полиции опросили водителя. Но с журналистами разговаривать не стали. Пресс-служба ДВД области разъяснила происшествие. По словам водителя, перед ним на зелёный свет резко остановилась машина. Он не смог затормозить и был вынужден свернуть в сторону кювета. Прицеп начала заносить и так вышло. Растерянно говорит водитель КАМАЗа. Автомобиль, из-за которого затормозил большой груз, уехал. Лариса Хусынова, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Прервёмся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надёжный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. Продолжаем выпуск. Как известно, май месяц насыщен важными знаковыми датами, среди которых особое место занимает праздник Единства народа Казахстана и День Победы. На совещании в Акимате Карагандинской области были рассмотрены вопросы организации предстоящих праздников. Необходимо охватить благотворительными мероприятиями социально защищаемые слои населения, многодетные семьи, малообеспеченных граждан. Нужно сделать акцент на мероприятиях с участием молодёжи в области. Следует на должном уровне обеспечивать информационное сопровождение тех мероприятий, которые запланированы и будут проводиться. В целом по области будет проведено 172 мероприятия, посвященных празднику Единства народа Казахстана с общим охватом 140 тысяч человек. Непосредственно 1 мая в областном центре пройдёт праздничное шествие с участием этнокультурных объединений, членов Ассамблеи народа Казахстана, неправительственных организаций и всех слоёв населения, а также праздничный концерт. Кроме того, запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок с реализацией продукции по сниженным ценам в среднем на 10-15%. В регионах области будет установлено 180 баннеров, 200 перетяжек и более 400 единиц флаговых конструкций. Работа по установке праздничного оформления будет завершена 26 апреля. «Одной из задач, стоящих перед акиматами городов и районов, стоит охватить мероприятиями социально незащищённой категории населения. Благотворительностью в эти дни будет охвачено 7 056 человек из числа социально-узимых слоев населения. Это многодетные матери, малобеспеченные семьи, одинокие пенсионеры, лица преклонного возраста, дети с ограниченными возможностями и инвалиды. На общую сумму 8 695 000 тенге, на которые будут организованы вручения подарков, продуктовых наборов, памятных сувениров, оказания материальной помощи финансовой». Также в области начата подготовка к празднованию Дня Победы. 7 мая в области стартует месячник оборонно-массовой и патриотической работы. В течение месяца во всех учебных заведениях и воинских частях области пройдут уроки мужества, военно-патриотической акции, флешмобы, конкурсы патриотической песни. С 5 по 9 мая в области пройдут приемы акимов городов и районов ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Во всех организациях и предприятиях области пройдут мероприятия по чествованию ветеранов войны и тружеников тыла. 9 мая пройдут митинги-реквиемы с установкой военных палаток и полевых кухонь, праздничные концерты, спортивные состязания. В общей сложности в эти дни по области во всех населенных пунктах запланировано более 500 мероприятий. Также хотел бы отметить, что согласно данным ГЦВП, по состоянию на 1 апреля в области проживает 256 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и около 18 тысяч тружеников тыла. В рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в городах и районах области всем ветеранам предусмотрены средства на оказание единовременной материальной помощи. В конце прошлого года в города и районы были направлены рекомендации, согласно которых на сегодняшний день в городах и районах будет оказана единовременная материальная помощь в едином размере участникам и инвалидам войны по 150 тысяч тенге, всем остальным категориям по 10 тысяч тенге. Все ветераны Великой Отечественной войны полностью обеспечены бесплатными лекарственными препаратами и стационарным лечением. Они освобождены от оплаты коммунальных услуг, организована работа по обеспечению углем и дровами участников Великой Отечественной войны, проживающих в сельской местности. Кроме этого, участники Великой Отечественной войны пользуются правом бесплатного проезда в городской маршрутной сети на междугородних внутриобластных маршрутах. Ежегодное акционерное общество пассажирские перевозки ветеранам ВОВ предоставляет право одной бесплатной поездки по республике и внутриобластных железнодорожных маршрутах в течение мая. Хотелось бы акцентировать внимание на том, что ни один ветеран Великой Отечественной войны не должен остаться без внимания в эти дни. Особенно в эти дни. Потому что задача-то нами ставится, что они должны находиться под вниманием круглый год, а не только в праздничные дни. А здесь нужно особое внимание уделить. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Карагандинской академии МВД Республики Казахстан имени Баримбека Бесенова прошло совещание с участием руководства Министерства внутренних дел, депутатов мажориса парламента Республики Казахстан, Акима Карагандинской области, представителей правового совета при партии Нур-Утан, где рассматривались первые результаты деятельности местной полицейской службы. На сегодняшний день приняты все необходимые законодательные и практические меры по должной организации деятельности местной полиции. Выработаны соответствующие механизмы взаимодействия местной полицейской службы с Акиматами и другими службами органов внутренних дел. На мероприятии отмечено, что проделана большая работа. В январе текущего года проведено инструктивное совещание с начальниками местной полицейской службы, в ходе которого определены первостепенные задачи, направленные на качественную реализацию закона. Уже сейчас Акимы ежедневно ставят перед НПС задачи, контролируют их исполнение, так как им более всего известны проблемы и потребности общественности на местах. При том, что основным критерием оценки деятельности местной полиции является мнение населения, а ее руководитель должен отчитываться не менее двух раз в год перед Акиматами и Масрегатами и один раз в год перед населением. К тому же разработан план на 2017 и 2019 годы по поэтапному материально-техническому обеспечению местной полицейской службы. Впервые в городе ведется строительство здания для Кировского отдела полиции Караганды. 100% потребность, она составляет денежное выражение 1 миллиард 738 миллионов тенге. Это в том числе измерители скорости в количестве на уровне 66 штук, это автомашины всевозможных марок, это в том числе жетоны, рации и так далее. Финансирование будет выделяться поэтапно. Уже на этой неделе при уточнении областного бюджета планируется выделение средств в сумме около 100 миллионов тенге, на что будет приобретено автомашину ВАЗ в количестве 15 единиц и 8 единиц автомашины Шкода Рапид для патрулирования республиканских дорог. В рамках визита в регион депутаты Мажеллиса парламента посетили здание местной полицейской службы ДВД, участковый пункт полиции номер 17 Михайловского отдела полиции УВД города Караганды, а также полк дорожно-патрульной полиции МПС Карагандинской области. Ознакомились с деятельностью и материально оснащенностью подразделений. А сердце Замбаева и Сламбеку Спан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В городе Сарань живет ветеран Великой Отечественной войны Утельбай Оренбаев, которому вскоре исполнится 92 года. Служил он на фронте в службе правительственной связи. Специально организованный отряд обеспечивал качественную связь между вышестоящими руководителями и командирами на передовой фронтов. Наша съемочная группа решила первой поздравить ветерана 71-й годовщиной Великой Победы. Утельбай Оренбаев родился и вырос в Акмолинской области. Молодость его была тяжелой. Еще в детстве он остался сиротой. В 1942 году добровольцем ушел на фронт. Участвовал в боях, освобождая города Харьков, Полтава, Прага от фашистов. Показал все свое мужество и храбрость при форсировании Днепра. На фронте он был пулеметчиком второго номера. Ходил в разведку в составе лыжной группы. Их основной целью было информирование о вражеском расположении, количестве и готовности. На одном из заданий Утельбай Оренбаев получает тяжелое ранение, после чего попадает в госпиталь. Туда приходили люди из НКВД и искали солдат в новосозданный отряд. Через несколько дней они забрали троих. В их числе был и Утельбай Оренбаев. У нас была специальная секретная связь, которую никто не мог прослушать, по которой могли поговорить только Сталин с маршалами всех фронтов. Наша функция была обеспечить качественную связь. Вражеские солдаты атаковали кабель, взрывая его, всячески пытались повредить. Были даже разработаны диверсионные группы, которые хотели уничтожить связь. В нашей работе всегда присутствовал риск. По словам пенсионера, не так уж и легко соединить вышестоящих руководителей с командирами передовой. Например, Сталин просто клал трубку, когда были слышны помехи. Но им все же удавалось, несмотря на все трудности, поддерживать связь. После войны Утельбай Оренбаев вернулся на родину. В мирное время он работал в филиале Государственного банка в нашей области. После чего занял должность в исполнительных структурах города Сарани. Помню, он рассказывал, что с 8 лет остался сиротой и скитался по интернатам. Но мне кажется, это и закалило его нынешний характер. Он очень трудолюбивый, никогда не боялся любой работы. Несмотря на все трудности, всегда добивается поставленных целей. Сейчас дедушка Утельбай воспитывает не только детей и внуков, но и правнуков. Их у него 16. Несмотря на возраст, выглядит он очень бодро. Каждый день выходит в парк на прогулку, спускаясь и поднимаясь на четвертый этаж. Утельбай Оренбаев желает только мирного неба над головой и благополучия всему подрастающему поколению. Лариса Хусынова, Сейся Замбаева, Жаксулы Кнуртай, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Воинская служба воспитывает из юношей мужчин. В воинской части 54-51 прошла акция Булашах-Сарваз. Около 30 молодых людей смогли опробовать себя, свои силы для службы в рядах вооруженных сил Казахстана. Я могу. Такой вывод сделали учащиеся школ города и колледжей. Служба в армии волнует молодежь по-разному. Кто-то стремится закосить, а кто-то действительно хочет познать армейскую дисциплину. Сегодня служба в армии становится вновь престижной. На каскадной площади в Караганди собрались учащиеся школ и колледжи города, чтобы познакомиться с армейской жизнью. Их ждали спортивные эстафеты почти на выживание. Управление по вопросу молодежной политики Карагандинской области, молодежный ресурсный центр и департамент по делам обороны области, резерв главного командования Арталык и Астана постарались приблизить экскурсионный момент к реальной службе. Спортивные снаряды – это ежедневная обязательная процедура для каждого военнообязанного. Можешь подтянуться, значит, в критическую минуту спасешь товарища. Для молодежи это пока игра, для военнослужащих – ежедневная обязанность. Молодежь с бытом служебной боевой деятельности, участие, с организацией отдыха и службы, военнослужащих, срочной службы, для того, чтобы прерывать подрастающему поколению чувство гордости за службу в рядах национальной гвардии. Молодежь Караганды узнала, что такое распорядок дня военнослужащего, что такое стометровка почти с полной выкладкой, подтягивания на перекладине, когда ты знаешь, что школьный физрук поблажек тебе не сделает, надевание противогаза, защитного комплекта, метание гранаты – все это было на полном серьезе. И, конечно, рассказ о традициях и боевом пути части помогли ребятам понять, что такое патриотизм, что такое память о героях прошлого. Удивила ребят и военная техника. У Казахстана мирная армия, нацеленная на защиту суверенитета и своего народа, но это не значит, что вооружение должно отставать от передовых держав. А для его обслуживания необходимы высококвалифицированные военные кадры. Сегодняшняя армия дает возможность получить не только военную специальность, но стать востребованным специалистом на гражданке. Сергей Высокосов, Улжас Габазов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. И еще об одном. В стенах областного филиала «Партин Ротан» прошел конкурс молодых талантов «Шох Жолтос». Пятый год юные карагандинцы радуют публику своими талантами в области хореографии, вокала, демонстрируют знания в мире моды и театра, а также художественного слова. Показать свои умения собрались более тысячи участников со всех уголков нашей области. На праздничном вечере побывала и наша съемочная группа. Организатором конкурса «Шох Жолтос» является КГТП «Шахтер» при поддержке областного филиала «Партин Ротан». Состязание юных талантов набирает популярность, с каждым годом увеличивая число участников. Стать конкурсантами могут все желающие от мала до велика. Заявки мы начали собирать за месяц. Как правило, регистрацию мы прекратили буквально пару дней назад до начала конкурса. Ну и сам конкурс проходит в два этапа. То есть идет соревновательный процесс в течение двух дней. И по завершению вот сегодня у нас проходит гала-концерт показательных выступлений. Хореографический ансамбль «Нурби» существует уже семь лет. Они танцуют народные и эстрадные танцы. За плечами ансамбля немало побед и участий в конкурсах. Кроме того, участники «Нурби» являются лауреатами международных и республиканских конкурсов. Руководитель ансамбля Нурлан Мухатаев уверяет, что с каждым годом не только растет количество участников, но и соперники становятся сильнее. И в этом конкурсе мы уже участвуем второй раз. И нам очень нравится этот конкурс. Мне кажется, в этом году уже уровень вырос. Соперники сильнее стали, интересно. То есть участвовать уже интересно, и народу много. Безусловно, все участники отнеслись к подготовке к конкурсу со всей серьезностью. Бесконечные репетиции и тренировки не прошли даром. На протяжении всего вечера звучала музыка и не смолкали дружные аплодисменты. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. А вот у вас都有 toi. Знаете? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...